Перейдем, тогда Я такой Лешие... Первый Субтитры сделал Все Secret arle ять служbst 승 А че ты это слушаешь? Тихо. Пиши. Сколько чай сахара? Сколько чай сахара? Один. Это моя любимая песня. Ну так давайте я так пью. Перестань. Что? Что? Девясь в сайт. Девясь в сайт. А возьми, девясь. Спасибо большое. Классета, актуальния, агрозайки. Почему ты снимаешь? Я тебя снимаю, сейчас тебя снимаю. Я Юрий снимаю. Давай, расскажу, что это работает. Снимай. Да, наверное, курят здесь. Нет. Вот здесь. Так на курят. Смотри, как здесь. На курят как здесь. Ты же не чувствуешь, как на курят. Ну, просто написано, что. Ну, я не знаю, что. Да, и мне. Ну, оно ж не всегда у нас написано. Где написано. Так вот, с этим зданием, с этим помещением у меня связаны свои воспоминания. Это было уже, ну, давненько это уже было. Не помню, когда это было. Вот здесь вот через дорогу, метров 200, особенно, наверное, ну, чуть больше. Такая вот тюрьма называется, Вознесенская. И звонит мне одна очень известная женщина, города Николаева. Она говорит, Юра, ты же Коржа хорошо знаешь? Я говорю, ну, знаю, конечно, Толика Коржача уже не знаю. Вот, ребята просят, чтобы он поехал. И подпил. Может он это сделать? Только просят, чтобы не подвел. Спасибо. А я говорю, что-то, я говорю, попытаюсь. Короче, мы поехали тогда. Толик сделал свой концерт. Жалко, что мне не было тогда этой камеры. Сделал тогда свой замечательный концерт. Замечательный. Замечательный концерт свой сделал. И там у него, слушай, и он, значит, что я запомнил хорошо. Что я хорошо запомнил, это женщина, которая, по-моему, до сих пор все не хочет говорить, никому не рассказывает. Ведь город знает, что у нее сидел сын. Но я могу точно сказать, он был невиновен. Однозначно невиновен. Потому что я тогда был на этих заседаниях, я включил столько народу, караул включил. И Сережа Чмиря, он тогда был народным депутатом. И сам был на суде. И прессу подключил. Ну, однозначно невиновен, пацан. Я не хочу, я долго рассказываю. У меня дело, кстати, где-то оно лежит. Потому что они потом посылали его. И Страсбург, и Арбаски мне говорили, что так, все это херня, белыми нитками шить, они виновен. Но машина, он попал в жернова. И машина его все-таки закрутила. И даже как невиновному влупила ему 8 лет. По минимуму. Там же статья, как бы, за убийство от 8 до 12. Влупила ему 8 лет. Но самое в этой истории хороший финал. Потом эта бедная женщина ездила к нему чуть ли не каждый месяц. Она мне постоянно, постоянно, Юра, я приехала, Юра, я поехала. Я, я. Но самое прикольное, вот Янукович стал президентом буквально там через месяц. Она уже руки опустила все, она уже не хотела. Его и с половинки не отпустили. Он лет шесть отсидел. Тут вроде бы все его обещали, что он с половинки, с половинки его отпустит. Не отпустили его с половинки. А потом Янукович только становится президентом, его бах и отпускает. Я говорю, а что его отпустили? Она говорит, не знаю. Знаешь? И у нас таких человек 20, говорит, это я уже с Волгой встречался тогда, но у нас человек 20 отпустили. Просто всех собрали, построили вещи, собрали. Вон, бах и. Что? Представляешь? Ну что это? Как это называется? Это 20 человек, значит, сидела белая бенитка, на шито там. Ладно, выключаем. И вот здесь вот. А наркотиках? А наркотиках как? Наркотики, наркотики, это как одна из проблем. Глобальная, серьезная проблема. Ну, главное, главное, важная. Вы решили вопрос? Самое важное, самое важное в этом сердечном, из которого вытекает до спины проблема, то, что в Украине не сформировано гражданское общество. А на это мы и проверим. Именно гражданское общество. Игорь, а на это мы и проверим. Это вытекает наше отношение к движению кредителей против наркотиков. Конечно. Это возникает отношение к работе. Это вытекает отношение к выборам. Это вытекает отношение к взгляну. Абсолютно согласен. Потому что у нас не до сих пор процесс идет, вопросов нет. Мне так кажется, что именно гражданское самосознание, именно формирование гражданского общества, именно гражданское, не просто как слово, а... Перед будущим, то есть, перед будущим. Спасибо большое. Иль, смотри, наркотики, это пиво, водка, сигареты, вот все наркотики. Я курю. Ну, ты наркоман. Да. Ты однозначно, ты зависимый наркоман. Если ты не сможешь... Если ты не... Вот жена у меня наркоманка, вот она сейчас в Москву уехала, и я очень хочу, чтобы она бросила курить. И я сказал, Оля, а как ты собираешься, чтобы у тебя сын бросил курить, дочка бросила курить, когда ты сама куришь? Но при этом я как бы... Я прячусь от папы, я прячусь от... Ну, мне стыдно. Правильно, я тоже, кстати, я тоже, когда курил, я уже не курил уже лет 8 лет. Игорь, могу вам сказать, как специалист, который имеет большой опыт, вы легко разделаете с этой привычкой, потому что вы усведомливаете, вы очень глобальный, вы мыслищите. Нет, если ты хочешь бросить курить, я тебе дам книжку там сто пудов. Там сто пудов ты можешь. Вам просто нужны глобальные знания, глубокие. Хочешь бросить курить? И все, и... А? Нет, честно, хочешь? Потому что жена у меня долго не хотела бросать. Я ее года два говорю, Оля, а как мы можем вообще что-то говорить, если ты сама куришь? Ну вот сейчас она мне звонила с Москвы, говорит, Юра не курю. Супер. Уже 10 дней не курю, у нее такого не было. Забыл название этой книжки. Она продается по всем лайкам города Николаева. Кара, как легко бросить курить. Бросили ее подружки курить, реальные подружки. Она как бы не верила, что это возможно. Так вот, о чем я хотел сказать. Я хотел сказать о том, что моя мечта, чтобы это движение родителей против наркотиков в идеале переросло в политическую партию. И вот на примере Первомайска я хочу для себя лично убедиться вообще, возможно ли, потому что мне из 100 человек, которых я спрашиваю, можно ли победить, допустим, наркоманию, ну опять же повторюсь, сотый раз повторюсь, и для себя повторюсь, что наркомания это прежде всего пиво, водки, шампанское, это все наркотики, зависимость от шампанского. Есть же эти гламуры, которые выпивают. Так вот, можно ли в отдельно взятом населенном пункте решить вопрос? Я считаю, что можно и нужно начинать с отдельного дома. Вот у тебя дом против наркотиков, твоя квартира. У тебя в квартире никто не курит, не пьет. Ну нет, зависимых, нет созависимых. Я не говорю еще пока, не стоит вопрос, что мы переходим на полное, это вот, трезвый, на сухой закон, как это было в Америке. Нет, не об этом идет разовор, но нет созависимых. Мы с тобой определились, что если мы вечером выпили там какой-то, то утром ни ты, ни я не бежим похмеляться, и у нас это не уходит неделями, а кефирчик пьем. Это еще, слава Богу. Как только мне доктор сказал, Овербух, Юра, как только ты утром начнешь похмеляться, первый звонок, ты уже становишься созависимым. Зависим. Так вот, на примере Первомайска, я же говорю, мне из 100 человек 95 говорят, что невозможно решить проблему там, пока это не решится глобально во всем мире. Я говорю, подождите, ребят, а что это мне ждать, когда оно решится во всем мире? Когда у нас ублюдки уже начинают выстреливать в деревне, ходят по деревням с ружьями и стреляют, убивают, блин, просто прохожих. Или когда сын, мать убивает за то, что она не дала ему телевизор сдать, в сотый раз он несет телевизор в скупку, для того, чтобы получить там какие-то копейки, и на эти копейки пойти купить себе наркотик, зная, что мать этот телевизор в очередной раз его выкупит. Это вот, я читаю сводки СОСа, который нам присылает, ну, мне на журнал присылает Центр общественных связей медицинский. Это война идет, реальная война. Сын убивает отца за то, что просто сидят, пьют, бухают, и утром просыпается за столом, а рядом батя мертвый. Его спрашивают, за что ты его убил, отца родного? А он не может, пьяная тварь, ничего не может сказать, за что он убился, его отца нормально вообще? Ну, это борьба в движении против наркотикой, это как элемент вечной борьбы добра и зла. Просто как, завербовать можно больше сторонних. Конечно, 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 завербовать, понимаешь, и я со своим каждым интервью, которое я беру, почему у меня их 2000, мне говорят, Юрин, ты еще спамщик, меня спамщиком вообще называют. Юрин, ты спамщик, спамом занимаешься. Я говорю, ну какой же это спам, когда каждый человек, у которого я беру вот эти свои маленькие мини-интервью, ну, это что-то новое для меня открывает, ну, что-то вообще новое. Вот я недавно, ну как недавно, относительно недавно брал интервью у одного человека, у меня вообще столько идей я знаю, но фамилию пока сказал мне не разрушать. Вот, если разрешить мне сказать свою фамилию, поэтому я считаю, мое мнение, не просто можно, а нужно доказать на примере какого-то, ну, на примере Николаева почему-то не получается, не знаю, почему не получается. Ну, очень большой город. Хотя уже, по-моему, каждая собака знает в Николаеве, чем занимается Юрин. Что Юрин занимается... А, это Юрин, который ликвидирует в Николаеве наркоманов. Ну, сложно все-таки, это действительно большой город. Юрин, линия, которую дал Игорь, уникальна. Это истина. Это некоторое разделение на людей. Негатив еще в тени. И на тех, кто просветлен уже. Ну, я же считал завещание Талеса. Читал же, да? Ну, конечно, читал. Они же проходили это на лекции, правильно? Что имеется в виду Комитет 300? Да. Да, да. А, это Комитет 300? Это Комитет 300, конечно. Его программа уничтожения славянских народов. И вы проходили профессионально курсы. А там вот немножко не сходится. Там, конечно. Там.